Здравствуйте! На ваших экранах очередной осенний выпуск программы Калейдоскоп. И сегодня мы вместе с вами постараемся расставить яркие акценты в жизни нашего города без политики. Ну а начнем мы с выставочной жизни нашего города и посоветуем вам посетить Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Выставка, открывшаяся там на днях, познакомит вас с наиболее интересными находками, которые сделали археологи в процессе изучения поселения Исте-2. Сегодня Исте знакомо многим как место проведения фестиваля средневековых кузнецов. Ну и, конечно же, все знают о древней домне, которая сохранилась в этом поселке еще со времен Петра Первого. Естественно, это место не могли обойти стороной и археологи. В ходе исследований, которые начались еще в 2008 году, ученым удалось найти немало древних артефактов, которые указывают на то, что железоделательное производство зародилось в этих местах не в Петровские времена, а гораздо раньше. Поселение расположено буквально на окраине огромного рудного поля. Это рудное месторожение, которое разрабатывалось активно в XVIII-XIX веках. Но, как показали наши исследования, это поселение обнаружило этот рудник намного раньше, в XII-XIII веке. Именно таким времен датируется это поселение. И объем выработок был настолько огромен, по нашим подсчетам, что он мог обеспечивать один или несколько городских центров. Такой центр расположен буквально неподалеку, в 25 километрах. Это первая столица Рязанского княжества – Старая Рязань. Найденное поселение получило название «Исте-2». Наиболее интересные находки, которые были сделаны археологами в ходе исследований этого места, сегодня можно увидеть на выставке в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике. На выставке мы хотели показать, во-первых, вещи, связанные с самим производством, железо-сделательным производством. Это поскольку нам было обнаружено полностью находки, связанные с полным циклом получения железа от добычи руды до конечного продукта. Здесь представлены обломки железных шлаков, глиняных сопел, в том числе уникальный фрагмент сопла со знаком Рюриковичей. Отдельная витрина рассказывает о большом ассортименте железных изделий, которые умели изготавливать и которыми пользовались в XII-XIII веках. Это и бытовые предметы, и предметы вооружения, и вещи, связанные с жизнью крестьянина, сельскохозяйственные орудия, изделия из цветных металлов. Причем эти вещи, как правило, имеют определенные дефекты, сломы, порезы, погнутости. И мы считаем, что здесь, кроме железо-сделательного производства, возможно, было еще и ювирное, и бронзолитейное производство. Отдельный отряд Переиславль-Рязанской археологической экспедиции планирует продолжить работу на поселении Исти-2 в ближайшие дни. Так что, вполне возможно, вскоре мы узнаем о новых интересных находках. Ну а теперь мы отправляемся с вами в Рязанский художественный музей. Там мы сможем полюбоваться воздушным кружевом одной из рязанских мастериц и увидеть работы, посвященные Сергею Есенину. Народный художник Диана Смирнова – крупнейший мастер кружевоплетения не только Рязани, но и всей России. Мастерица окончила кружевное отделение училища имени Калинина в Москве и после этого попала по распределению в Рязань. Это событие повлияло и на ее жизнь, и на развитие рязанского народного искусства. Диана Алексеевна смогла оживить, возродить и вдохнуть какой-то новый творческий дух в древнее рязанское кружево. За 65 лет своего творчества Диана Смирнова возродила многие центры рязанского кружевоплетения. Ее работы были представлены на всесоюзных, всероссийских, международных выставках. Ее лучшие произведения находятся практически во всех крупнейших музеях нашей страны. 2 октября мастерице исполнилось 90 лет. Именно к этой знаменательной дате решили приурочить открытие выставки ее работ под названием «Кружева судьбы». Здесь представлены лучшие образцы творчества художника из коллекции рязанских музеев, в том числе ее самые первые работы – Кузьминская ГЭС, выполненные в цепной технике из грубого льна. Произведение, созданное в эпоху соцреализма, неожиданное для кружева, потому что на этом панно мы видим тракторы, мы видим действительно вот этот размах социалистического строительства. Это было, так сказать, веяние времени, это было задание. И тем не менее кружевница с ним справилась очень хорошо. Сейчас это украшение Рязанского Кремля. На выставке можно увидеть работы кружевницы, выполненные в самых разнообразных техниках. Михайловское кружево, численное, сцепное. Последнее произведение выполнено в стиле монастырского и дворянского кружева с использованием полудрагоценных камней, жемчуга, золотных нитей. Выставка будет работать до 1 ноября, так что поспешите. Это действительно стоит увидеть своими глазами. Еще одна небольшая экспозиция открылась в Рязанском художественном музее и посвящена на 120-летию со дня рождения великого русского поэта, нашего земляка Сергея Есенина. Выставка расположилась в двух небольших залах и включила в себя экспонаты из фондов музея, связанные с жизнью и творчеством поэта. Произведения живописи, графики, скульптуры известных советских мастеров и рязанских художников. Среди графических произведений обращают на себя внимание работы Станислава Епифанова. Интересны они тем, что выполнены необычные и довольно редкие техники ксилографии. Это достаточно старинная техника, гравюры на дереве. Выполнено несколько листов, которые находятся в нашей коллекции, в нашем музее. Вот четыре произведения Станислава Епифанова представлены также на этой выставке. Многих художников недавнего прошлого и современности творчество Сергея Есенина вдохновляло и продолжают вдохновлять на создание настоящих произведений искусств. С их образцами, представленными в стенах Рязанского художественного музея, жители и гости нашего города могут познакомиться, посетив выставку «Знакомый ваш Сергей Есенин», которая будет работать для посетителей вплоть до декабря. Сегодня стало популярным проводить свое свободное время активно. Одни выбирают фитнес или йогу, другие же предпочитают зажигательные ритмичные танцы. Для последних хорошая новость. В нашем городе открылся новый клуб, где любой желающий может научиться красиво и пластично двигаться. Клуб социальных танцев «Блэк энд Уайт» открылся в нашем городе чуть меньше месяца назад. Идея его создания принадлежит супружеской паре – Дмитрию и Регине Соколова. Дмитрий заразил танцами супруга, ну а теперь они решили вместе продвигать в нашем городе именно социальные танцы. С этим понятием в России пока знакомы далеко не все, хотя на Западе оно популярно уже давно. Социальные танцы – это категория танцевальных стилей разных народов мира, которыми занимаются не для соревнований, а в качестве досуга и обмена положительными эмоциями между партнерами. Пока в клубе «Блэк энд Уайт» можно обучиться трем направлениям социальных танцев, а именно семби, бачати и кизомби. Это несложные, увлекательные, ритмичные, где-то романтичные, где-то сжигательные, где-то озорные танцы, которые имеют свою специфику каждый, но отличаются тем, что имея определенный базовый уровень, и возможно, танцевать данные танцы в любой точке земного шара. То есть мы танцевали их и в Европе, мы танцевали их на Кубе, мы танцевали их в Азии. И везде, где танцуют эти танцы, не зная даже языка, если кто-то знает язык танцев, можно спокойно общаться друг с другом. Язык танца, знаком преподавателю Сембо из Анголы, намного лучше, чем русский. Но это не помешало ему взяться за обучение рязанцев этому зажигательному танцу в клубе «Блэк энд Уайт». Антонио Лусяно приехал в наш город четыре года назад, поступил в радиотехнический университет. Тогда он и представить не мог, что вскоре будет преподавать Сембо в Рязани. Я сначала был в Ширинке, в Рязани, и я познакомился с хорошими людьми, которые меня пригласили преподавать Сембо. Но вообще я не хотел, если честно, не хотел. Но мне люди доверяли, и вообще я сегодня как это преподаю Сембо, и благодарю их, которые мне доверяли, чтобы сегодня я это делал. Сембо знаком практически каждый анголец. В этой далекой, теплой стране его не танцуют только ленивые. Освоить Сембо, как и любой танец, относящийся к социальным, может каждый, вне зависимости от возраста и уровня подготовки. Но я всегда говорю, что мы родились и начал танцевать. Да, если у тебя желание есть, это несложно. А если у тебя желания нет, чтобы танцевать, да, ты смотришь, что это сложно. Но Сембо совсем вообще несложно, но это красиво просто. Сембо танец живой и экспрессивный. Часто его называют танцем моря, так как он дарит ощущение легкости, веселья, радости и задора. Именно такая веселая атмосфера царит на уроках Лусяна. Кажется, что на время занятий ты переносишься в далекую Африку, где можно забыть обо всех проблемах и просто наслаждаться жизнью в окружении друзей и единомышленников. Несмотря на то, что клуб Black & White открылся совсем недавно, основной костяк занимающихся уже сформировался. Однако дружная семья клуба социальных танцев будет рада пополнению. Мы ждем всех людей, в первую очередь тех, которые хотят самовыразиться. То есть тех людей, у которых есть творческое начало. Абсолютно нет никаких критериев. Пока небольшой перевес у нас в сторону девочек по гендерному составу. Так что мы ждем мальчиков, мужчин, дедушек, всех возрастов. Ну и девушек тоже. Это украшение наших танцев. Если вы давно мечтаете танцевать, но не знаете, куда пойти, не имея никакого опыта в этой сфере, то вам определенно стоит попробовать себя именно в социальных танцах. Подробнее о клубе Black & White, в том числе и расписание занятий, вы можете узнать по телефону 99 22 69. Наверное, каждая девушка и женщина мечтает быть красивой, модной и неповторимой. И для осуществления этой мечты я бы посоветовала им заглянуть в магазин женской одежды Angie. Несмотря на наличие в нашем городе огромного количества самых разнообразных магазинов, зачастую найти качественную, элегантную и оригинальную одежду бывает довольно сложно. Но в новом магазине Angie, который открылся на пересечении Первомайского проспекта и улицы Павлова, даже самая требовательная модница сможет подобрать себе вещь по вкусу. Ведь здесь представлена одежда самых разнообразных стилей, цветов и размеров. От строгого классического футляр, платья-футляр, для, допустим, повседневной носки для офиса, для кабинетных работников, скажем так, так и очень оригинальные вечерние платья. То есть на каком-то празднике, на вечере вы будете неповторимой. И это еще не все. Помимо этого, в магазине Angie огромный выбор одежды в стиле casual. Пулловеры, свитера, блузы. Здесь же можно найти модные этой осенью вязанные пальто, кардиганы и более серьезную верхнюю одежду. Плащи, кожаные куртки, меховые жилеты и даже шутки. Важно то, что, покупая наряды в Angie, можно быть уверенным. Вы не встретите на улице девушку в таком же платье или пальто. У нас вообще-то эксклюзивные вещи. То есть вот я хочу акцентировать на один из брендов, уже известных нашим рязанцам, и не только рязанцам, нашим рязанским женщинам, девушкам. Это французский бренд Елене Виаре. То есть он выполняется эксклюзивно. Каждая модель не повторяется. То есть выходит коллекция, и все. Она больше не будет присутствовать в другом, в другой коллекции. То есть как бы в другом формате той или иной коллекции. В магазине Angie представлена одежда трех стран-производителей. Это Франция, Италия и Турция. Так что в качестве можно быть уверенным на 100%. Дышащие, мягкие, теплые, обволакивающие ткани, оригинальные фасоны, необычные цветовые решения. Стоит один раз примерить, и вам уже не захочется расставаться с этой одеждой. Проверено опытным путем. И не стоит думать, что вещи от итальянских и французских дизайнеров стоят огромных денег. Пожалуй, лучшего соотношения цена-качество в Рязани просто не найти. Кстати, здесь же помимо одежды можно подобрать модный яркий аксессуар. Ну а с выбором вам всегда помогут грамотные и приветливые продавцы-консультанты. Мы просто уже привыкли к тому, что к людям, к женщинам, к покупателям надо относиться с теплом, заботой и всегда встречать улыбкой. Чтобы они от нас уходили, не просто купив вещи, а захотели вернуться, чтобы им это понравилось. То есть обслуживание у нас всегда теплое. Энжи и бренды, которые он представляет, уже знакомы рязанским модницам. Ну а тех, кто еще по каким-то причинам не успел войти в число покупателей этого магазина, с нетерпением ждут по новому адресу. Первомайский проспект, дом 23, корпус 7. Здесь в море модной и элегантной одежды вы наверняка найдете свой островок стиля. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. И хотелось бы мне сказать, что увидимся мы ровно через неделю. Но, увы и ах, наша следующая встреча состоится лишь 17 октября. Я буду с нетерпением ее ждать. Надеюсь, вы тоже. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин